Всем привет с канала Камрад Майор и сегодня у нас новое видео по тематике моделизма я захотел затронуть потому что не увидел на ютубе у тех моделистов которых я смотрю подобного рода видео я не увидел это инструкция все инструкции от своих моделей я оставляю в отдельные папки в маленькие в маленькую и вот маленького размера и вот две обычные папки мы не будем смотреть все инструкции потому что это не нужно я лишь хочу показать сравнение в зависимости от моделей то есть вот первое что бросается в глаза это цветные от звезды серии world of warships но это лишь вкладыш который описывает корабль и интересного как бы мало что можно сразу вот допустим обратить внимание вот звездовская инструкция советская противотанковая пушка зис-3 с расчетом то есть идет звезда артикул сайт описание что это вообще как на двух языках и сразу идет сборка модели что куда как приклеивать как вставлять внешний вид какой должен получиться и конечная сборка что должно получиться в готовом виде некоторым может показаться информации мало но допустим для такой маленькой модели это идет как раз таки самое необходимое вот допустим металлическая модель титаника которую вы могли видеть в ролике по обзору всех моделей она идет вот в таком формате она идет на китайском и здесь что как подгибать загибать то есть видео вот такого разворота так скажем сразу мы это уберем вверх ногами поставлю ну ладно что страшно так дальше мы двигаемся мы сейчас возьмем что нибудь что нибудь вот такое даже не буду доставать это вот у меня есть две модели но он им фирмы по 200 рублей каждая стоили это вот сборная машина которую также можно было увидеть просто вот такой вкладыш был это перечисление деталей и что куда как не что получается по итогу и также вот с самолетом то есть также идет по шаговая сборка то есть без описаний очень грубо но за счет того что в модели простые как бы все легко это были маленькие дальше переходим самая шикарная наверное инструкция которую я видел это броненосицу потемки сделано как книга то есть цветная фотография история характеристики и реального корабля окраска архивная фотография вот почему бы не потратить лишние вот компании 50 рублей на выпуск таких инструкций то есть я также перечисление потом идут пошаговые фотографии что у вас должно получаться при сборке каждого этапа описание какая деталь куда идет сразу каким цветом ее красить то есть все прекраснейшим образом расписано до сих пор я не увидел инструкции более четкой и подробной чем для потемкина дальше идут звездовские инструкции вот кстати от моделисты также по бисмарку есть также фотография бокс-арта кстати история но здесь уже от моделисты мне что не нравится то что они очень экономят то здесь еще идет все подробно расписано расписано а здесь уже навалено почему бы не разбить это на два листа и каждую деталь прорисовать отдельно как бы просто во всей этой паутине будет очень сложно человеку а тем более у кого мало опыта как кто допустим случайно купил модель ему будет очень тяжело и неудобно ну вот два варианта окраски это со свастикой и вес здесь идет перечисление деталей комплектовку так далее мы двигаемся кресик облака от компании огонек старая-старая компания представляется вы два склеенных листа что должно получиться по итогу полно всяких предостережений открываем и бах тут вообще все единым листом то есть порядок работы но зато понятно то есть тут идет прям наклеить 6 на 5 7 на 5 8 на 5 затем 9 на 8 то есть все идет расписано но опять таки из вот этой вот паутин линии можно очень запутаться и здесь вот идут мачты в конце и наименование деталей следующем идет у нас от комодус это недавно было на обзоре линкор ой не не линкор а английский легкий крейсер тайги они вообще решили не скреплять обойтись и тут идет вот такая вот инструкция то есть просто подписанные нумерации детали куда и фиксировать декали декали и что должно получиться в конце что-либо здесь сказать нельзя потому что и информации как таковой нет у рк вот у тех хотя бы расписано тут даже не подписано что куда но зато просто так как бы она имеет место быть допустим вот российский эскадренный миноносец современный два варианта сборки на подставки для диаром вариант окраса сразу приложен и здесь вот идет уже пошаговая инструкция именно собирание мелких деталей из нескольких частей и уже их установка то есть все идет отдельно и сразу в какой цвет все красить итоговая сборка что должно получиться мы дойдем до интересных инструкция тревела то есть которые мне казались максимально подробными и удобными вот кстати опять таки истребитель танков здесь вложили уже цветнул и как он должен выглядеть на почему бы это не класть вести и следующее видео затянулось конечно но я думаю это интересно так вот допустим сборка именно без склея модели чтобы по пазам было понятно куда они должны заходить также присутствуют вариант окраса вот дошли мы до ревела это б2 остался самолет который тоже вы могли видеть и здесь идет вот такого плана то есть что куда прорезать но она идет на английском на английском и немецком кстати на двух языках здесь идет что куда подрезать и что куда вставлять вот level мне показалось очень подробный кстати у меня к ним претензий нет но большое количество вот этой вот воды всякого текста этого дня ориентирован на русскоязычную аудиторию также тут идет от level сборка крейсером сборка танка которая кстати также очень подробно и давайте я вот вам ее покажу она вообще толстая идет шасси гусеницы траки все к чему фиксируется как фиксируется и вариант окраса то есть очень доступно все описано вот это вот от ревела вообще самая такая подробнейшая была по которой было легко собирать модель танка хотя там для 72 масштаба детали было ну больше чем обычно встречается мы не говорим там о зенитках всяких которых их просто-напросто много вот кстати можно увидеть старую звездовскую схему которая была много-много лет назад опять таки здесь описано что куда и почему бы моделисту и это не взять вот это вот себе на вооружение то есть опять таки это будет лучше это будет понятнее допустим вот возьмем последнее для сравнения это крокодил тоже целая тетрадка за счет того что большое количество листов тут четыре варианта окраса с декалями модель закрытого и открытого типа размещение технических надписей и все идет от сбора двигателей турбин идет сразу внутренняя покраска тех деталей которых вы не достанете опять таки вкладыш идет и везде идет вариант 1 вариант 2 и размещение для вариантов окраски даже идет и опять таки идет перечисление деталей на вертолете helix идет подробное кстати вот у всех вертолетов описание сбора винта его делают длинного размера так скажем именно в высоту листа и все на нем описывают то есть тоже это очень радует что идет не по частям и на этом видео наше подходит к концу скажите собираете ли вы свои инструкции после модели потому что коробки я считаю хранить бесполезно они занимают очень много места а инструкции всегда могут вам помочь вспомнить как вы собирали тем более если вы оставляете на них какие-то свои отметки с вами был комраз майон ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока 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 пока